так друзья еще второй фильм первый я сказал и там краешком зацепил тему толстых черенков и вот вчерашний случай правда человек себя не назвал а посылка должен выслать на Галину Федоровну Воронежскую область я этот фильм снимаю для него ради и для таких же как мы с ним то есть отчаянных значит читал ли он меня слышал ли он меня вот фильм или смотрел ли не знаю но дело в том что я не раз прям показал десятки фотографий для однолетних привитых саженцев не просто однолетние саженцы они не просто большие а какие-то гиганты вот со временем сделав около ну если я 30 тысяч саженцев выросил за свою жизнь то наверное привел к было может быть 40 тысяч не все же удачные вот и наверное я научился понимать как вырастить такие гиганты за один год да еще покрытое тысячами цветочек почек естественно это были или самые крупные по двое однолетние или даже двухлетние или даже трехлетние уже это передавалось их ой знаете эту тему я оставляю послезавтра понедельник вебинар вот но одна из главных составляющих это толщина привоя потому что толщина зависит от длины ветки отрезанной или наоборот отрезанная ветка зависит от и от толщины это одно и то же толщина и длина это две составляющих одного успеха и тогда получается приваем ветку отрезаем как можно ниже видите перед вами есть ветки которые были имели даже два метра и больше и что получилось такие я стараюсь не высылать такие вот это толщина моих пальцев так это где-то 10 сантиметров и вдруг ужас вчерашний случай подайте от 12 миллиметров до 20 то есть до двух сантиметров то вот я лишился покоя вначале отказал сказал у меня заготовлены и все я просто выбираю самая крупная самая толстая из заготовленных вот и уже хватит я уже дальше резать пока не собираюсь но тут помещали 40 градусов мороза я сказал себе и человеку удовлетворю ему нужно по одной 12 сортов вот выберу самые крупные нет я не все даже уложится не то чтобы два сантиметра а даже в один сантиметр диаметром нет не диаметром а толщиной и то не все уложится ну че есть то есть и вот я в деревне и вот я резал так чтобы быть полностью объективным вот смотрите видите да веточка это специально от нее и еще еще выше вот отсюда еще больше метра тогда что я сделал человеку нужно а это все одна и та же ветка в каком смысле да она 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 вся выросла за один год даже вот это вот течение года покрылась еще цветочными веточками кстати как их ненавидят срочно вырезать я смотрю дурею думаю или они сошли с ума или я сошел с ума или тот кто позволяет учить людей убивать деревья вот таким путем смотрите все это отрезать ну ладно я отрезал по необходимости и вот эта часть пойдет к человеку ну так как она все таки согласитесь коротковато а у меня есть стандарт где он был стандарт сейчас покажу вот это у меня веточка которую я использую при обрезке ага найдешь сейчас сам еле живой пробежье так ну ладно в принципе я показываю какой длины я делаю давайте тогда вот так когда нету мерки раз два три и еще немножко с хвостиком теперь это вот такими вот мерею теперь смотрите вот возьмем самая толстая из поздних филиппево пойдет к этому товарищу вернее к даме которую он назвал галиной федоровной в районской области вот самая крупная из академиков вот она выделяется тоже пойдет ну тут уже почти 12 миллиметров вот тут удовлетворю мичорина мичоринская посмотрите нашлась вот такая веточка неплохо да вот так теперь дикие груши не интересует ранний пианиста впервые нарезал внимание тоже нашлась вот такая видите почти его удовлетворить наверное этот товарищ или сам выяснил или меня изучал и знает что сейчас еще раз а нет такой чем до конца та груша воронежская в данном случае не по теме груша сварок не по теме королевский абрикос ну вот самая толстая пожалуй вот тут уже сантиметром не пахнет ну тут моей вины нету вот но у меня еще запас есть в городе может там найдем крупнее посмотрели вот это есть лучшие в мире сорта учитывая что они не замерзают у меня в Сибири теперь так а полагается всем замерзнуть вот полагается недавно я видел два сообщения пусть это касается не абрикосов не груш а персиков в одном утверждается я потом на вебинаре покажу минус сорок три золотая медаль что-то не верится что персики такие выдержат морозы вот ну не верится да еще на Алтае якобы и тут же вторая тоже 30 лет работы так старались и персик вот тут я верю ну минус 27 достигли морозостойкости вот видите как вот а люди которым помещали минус 43 это вся Россия они будут покупать и у них все будет прекрасно мерзнуть ну про персики мы поговорили в первой серии научите вот эти вот поздний филиппева академик мичуринский который уже у меня 20 лет всего 20 лет даже он королевский который у меня 38 лет это все никогда уже не замерзнет и если я прав то в них в генах у них уже морозостойкость повышенная благодаря подвою и вот что интересно да сейчас я закончу эту тему я надеюсь что товарищ доволен ради которого фильмы снимал ну то есть он меня подтолкнул лежал себе никому не мешал болел меня все жалели так было приятно только что по голове не гладили а все остальное было вот лет утром встал поехал в деревню вот еще мороз и теперь получается как бы эту тему закруглить итак впереди вебинар так вот впереди значит разговор серьезный ну сами подумайте вот когда надо сказать что подвой такой сякой подвой этот он гробит подвой там потом потомство в виде семечек косточек получается дикарями а то что он передал подвой морозостойки свои качества веточками не надо ждать даже не каждый способен и может выращивать потом семена там привели готовый урожай два-три года два-три года и а вот себе закончили мы уже сожгли несколько раз давайте посмотрим вот это все выброшено мною ой посмотрите вот это верхняя часть веток вот она видите сантиметров шестьдесят это бесценное сокровище для науки почему потому что даже если взять нижних пару фрагментов вот получится прекрасная саженца не такие как с толстенных веток еще раз я железо утверждаю что мощь саженца зависит от толщины прививаемой ветки в том числе и причем чем ниже тем мощнее здоровее борозостойче вот это это наверное впервые я заметил это потому что никто так никогда не утверждал что вот просто взять даже вот взять академику суперсор да вот веточка вот такая мощная вот я ее если удастся привить мне или тому товарищу до подвой соответствующей толщины получается два два с половиной метра это рабочее дерево со скелетом и с тысячами цветочек и здесь же смотрите я же не только такие рассылаю кто-то говорит а мне размером с карандаш и он всылаю вот такую размер с карандаш потому что у него по двое вот такие вырастил так так и тогда у него получится не два два с половиной метра а где-то метр скромный может быть даже без скелета вот просто одна веточка вертикально метровая и все но это тоже надо это зависит не от нас уже а от подвоев каждый выбирает то что хочет но все таки обида лютая что вот это все будет сожжено в который раз в который год вот сейчас уборка будет все это будет сожжено даже верхняя часть учитывая что в науке нет ничего этого вот и нет и не надо вот самое страшное что не надо вот и тогда мы возвращаемся к тому что я сжигаю бесценные пусть верхняя часть вот представляете я сжигаю вот такие вот я сжигаю вот такие вот вот эти вот вот эти вот смотрите вы думаете с этого нельзя получать ничего вот смотрите вот смотрите вот будет выставлен в комментарии я сейчас еще фотографии сделаю в комментарии эту тему продолжим до свидания друзья вот и успевайте самое мне все удивляет придется апрель-май когда высылать опасно и посыпятся заказы ну почему не сейчас мне вот это обидно не надо не надо ну почему вам обязательно весеннее обострение ждать а так ом его до видео ого свое до 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 до